Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас распаковка первого полноформатного альбома Treasure, Treasure Effect. Альбом выходил в трех версиях, синий, зеленый и оранжевый. Я заказывала себе только оранжевую версию. Давайте на нее посмотрим. Упаковка альбома отличается от первых трех. Альбом идет вот в такой пластиковой обложке с красивыми голографическими принтами. И сам он идет уже не в виде книжечки, а в виде коробочки. С передней стороны мы видим логотип трежа, название группы, а с задней стороны трек-лист с двумя песнями, которые идут эксклюзивно на CD. Здесь мы также видим кейс для самого диска с дублирующей трек-лист. Вот так выглядит диск. И если мы поднимем фотобук, то там будут все рандомные вложения в отдельной папочке, которая также идет с рандомным мембером. Поэтому давайте я попробую вытащить фотобук и не видеть пока. Тоже мне попался. Давайте начнем с фотобука. Я выбрала именно оранжевую версию из-за концепта. Мне очень понравился такой осенний, теплый, уютный концепт. Мне в принципе нравятся такие цвета и подобная обработка фото. В целом я очень люблю повседневные концепты. И мне кажется, что стилисты трежа просто гуру кожел-стиля. Их свитерочки, пуловерчики на выступлениях. Это всегда очень красиво и занимательно. Я бы сама такое носила. В данный альбом, получается, входят все песни из предыдущих трех мини-альбомов трежа и плюс четыре новые песни. И заглавное My Treasure, а также Be With You, Slow Machine и, наконец-то, Going Crazy. Going Crazy — это песня, с которой они выступали на своем шоу для выживания, Treasure Box. Это, на самом деле, было достаточно странное шоу. По результатам которого была сформирована группа из семи человек изначально. Потом в IG объявили о том, что они дебютируют еще одну группу из шести человек. Но по итогу один из участников покинул IG, и у нас получилась одна группа из двенадцати человек. Когда трежи дебютировали, я как-то далеко не сразу ими прониклась. У меня есть некое предубеждение против групп, в которых больше десяти участников. Мне кажется, что достаточно сложно грамотно распределить экранное время в клипе, стройке, поставить танец, чтобы это не выглядело толпой и неким мельтешением. Но мне кажется, что трежи неплохо получаются. Мне очень нравятся их хореографии. Основательно я ими прониклась уже, наверное, после выхода третьего мини-альбома и их выступлений на премиях в конце прошлого года. Хотя их третий заглавный трек далеко не мой самый любимый. Мне кажется, это популярное мнение. Мне намного больше нравится Boy и I Love You. I Love You — мой самый любимый из их заглавных треков. О, очень интересно оформлен трек-лист, как шахматы. Мне нравится, как выглядят альбомы трежа. Их первые три мини-альбома очень красиво оформлены в виде книжечек. Я очень долго определялась с Биасом в треже, но это всё-таки Хён Сок. Изначально я склонялась к Асахе, потому что мне очень нравилось его поведение в первых выпусках «Треже Мэп», когда они все там развлекались и занимались активной деятельностью. Асахе сидел, тихонечко рисовал, обнимался с плюшевой акулой, писал песенки. Вот Хён Сок, кстати. Но нет, всё-таки к концу первого сезона «Треже Мэп» я чётко определилась, что мой Биас Хён Сок. Но мне нравятся абсолютно все участники, поэтому я буду рада выпадению карточек с абсолютно любым участником. Мне кажется, что моё увлечение треже во многом связано именно с 2020 годом. И именно такой милый, яркий, непосредственный контент и весёлые песни — это как раз то, что было нужно 2020 году. Треже не переставали меня радовать в конце прошлого года и в начале этого, когда я смотрела их выступления, смотрела «Треже Мэп», от них идёт очень много позитивных эмоций, мне это очень нравится. В целом «Треже Мэп» очень милые и прикольные шоу. Возвращаясь к альбому, я не заметила ли у нас тут совсем нет групповых фото. В предыдущих альбомах у них в середине была такая голографическая вставка с общей групповой фото. Здесь у нас, получается, такого нет, здесь только фото отдельно мемберов, очень мило, и получается юнитные фото. Почему во всех группах макне всегда едят? Я понимаю, что у них растущие организмы, но вечно кушающие макне — это прямо традиция гей-попа. Так, кредиты, получается всё. Очень толстый и красивый фото-бук. Давайте теперь посмотрим, с кем же нам попалась папочка. О, Джун Кю! Джун Кю — это просто какое-то средоточение милоты. И вот так выглядят задние коробки. Мне нравятся эти голографические эффекты, которые делает Трежа на своих открытках. Здесь у нас также есть небольшая справка по Джун Кю. Его дата рождения, знак зодиака, тип личности, группа крови — самая важная информация. Я не понимаю концепт детских фото у айдолов, я никогда их не собираю. И кто это у нас? А, это у нас Доян. Нет, это достаточно мило, но не знаю, я как-то не очень понимаю, зачем мне нужны детские фото айдолов. Поэтому мы оставим его здесь. Также у нас идут открытки со всеми мемберами. С очень классным концептом с шайками. Хён Сок. Немного странно, что у кого-то очень близкие фотографии, а у кого-то в полный рост. Мне, конечно, больше нравится вот такого формата, как у Асахи, ну или, в принципе, вот у Едама. Вот, а Доян, получается, вообще в полный рост. И Харуто очень далеко. Но в целом очень мило и прикольно. Я люблю шарики. Давайте посмотрим на карты. Первая карта, получается, селфи-карта. И это у нас Чанхван. Сзади их рисуночки. You're my treasure. Очень мило. Концепт-карта у нас попалась. Харуто. Так, это скрэч-карта. Я не думаю, что я уже могу что-то выиграть. Я думаю, что время ивента уже закончилось. Стикер. И также у нас идет рандомный полароид один из четырех. И нам попался Йоши, Чанхван и Чану. И открытка с Йоши. О, да, также еще карта, которая работает с альтернативной реальностью. И у нас Едам. Вместо постера у нас вот такая интересная штука. Вайджи предлагает нам разместить наши карты с первого издания сюда. Не знаю, с какой целью мы должны это делать. Но, допустим. Спасибо, что посмотрели это видео. Я рада, что попалось достаточно большое разнообразие мемберов. Хоть и без Хансока. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok